свидание с немцем спойлер мы больше не виделись после этого свидания оно было вчера наконец-то бог услышал мои молитвы и послал мне не гнома метр пятьдесят а высокого мужчину он кстати хорошо очень выглядел у него голубые глаза ну красавчик он еще пришел на свидание в белой рубашке пиджачке в штанишках ну с работы вы знаете во франкфурте вот эти мальчики ходят i'm looking for a man in finance вот он так выглядел очень хорошо на тему не помогло мы встретились кстати во франкфурте сама приехала но это была моя инициатива я не хотела видеться в моем городе поэтому думаю лучше приеду там они уже все знают ребята всем здорово на связи и узнают и знают ее цели ребята так что уже приходится встречаться в других городах ну вот так вот и все короче мы пошли в итальянский ресторан он его забронировал молодец мы сидели на террасе такие красивые мальчики вокруг были девочки я прям сидела думала за что такое я привыкла что в моем городе это дни турки арабы тут немцы высокие красивые и как раз мы же на террасе напротив там куча барчиков они все на улице все стоят общаться я прям так один глаз на него 2 на мальчиков и я уже сижу ну и кем она сейчас себя выставляет слушайте пришла на свидание с одним мужчиной и смотрит на других манюня ну ты как бы думать уговорив думаешь что ты делаешь ты не мешаешь закрываешь вид обзор на мужчин красивых свидание было нудно и скучно и душно не знаю сообщение было коннекта ну как-то до момента мимо чаечка нужно было пригласить его к себе домой чтобы коннект был ну что ты ну ли у ю мою ну что там общались моментами не общались у него на машины девочки 33 года на машины он говорит а зачем не мужчина я живу в центре франкфурта я работаю в центре франкфурта а если я куда-то хочу поехать момент на чем она поедет на велосипеде ну красавчик слушайте но чаечкам объяснять там знаете что там нету парковки бесплатно если допустим плана то там за месяц тебе столько накапает охренеешь просто да то что бензин дорогой там ее обслуживать страховки шмовки там и так далее ну автолюбители автовладельцы они не знают о чем я говорю да у них не так ребята у них машинка стоит и все остальное не колышет ребята ребят потому что не ей и заправлять обслуживать платить за это все там за парковку за бензин за страховки не ей у нее ой машинка оси еще и красненькая так это вообще серии феерия просто мужчины думают более практически а ты что не катаешься на велосипеде лук на меня я вообще олдмани и какие велосипед это не выглядит кул это не выглядит круто клёпнуть его какой велосипед и чё я вообще бачу машина каблуках и на велосипеде я даже на нем кататься на велосипеде маша скатапетов ки на каблуках на велосипеде нормально или выше а еще мне не понравилось что он ноль комплиментов мне сказал ну перед тобой красотка такая сидит понимаете принцесса богиня просто лучшая женщина в твоей жизни и ты не можешь сказать какая ты красивая и как ты просто божественная якобы я не люблю таких мужчин которые не восхищаются мной извините о-о-о свидание прошло он меня провел уже на поезд я думала что я ему не понравилось если честно но походу понравилось потому что мне потом пишет а можете по твой инстаграм посмотреть потому что мы же на тиндере познакомились и он у меня не просил инстаграм я ему дала свой инстаграм он такой вот такая красивая наконец-то наконец он мне это сказал ну типа странно у тебя нет вообще ни одной фотки в бикини типа это хороший знак а потом такой пишет но я уверен тебя есть какие-то дикие стороны единственного на дико сторона цели волос на спине пол меню киевсе за минуту вот это дико я считаю все больше ничего нет и я типа так знаете что-то перевела тему и он такой почему-то такая не открытая и не слова только на английском кинки я первый раз такое слово слышала это значит соблазнительная извращенная мне хотелось бы чтоб ты была более такой то есть мужчины кажутся все девочки шлюхи на первом свидании там ты бедных мужчин члены насилуют и тут он говорит почему ты не соблазнительная я тебя знаю один день что я должен я тебя знаю о дэн-дэн поэтому должен считать меня богиня королева и просто лучшие женщины в своей жизни лучше логично чем это бифодку отправить волы себя или что я вообще я не понял только тебе надо больше постараться и да ты в жопу мужчина без машины вообще наинтересно просто я так типа проморозилась и все и мы перестали общаться я в шоке ребята пишите сразу кто еще вместе с манюей в шоке просто не захотел почитать ее королевскую особу как так я же богинишь лучшая чаечка в твоей жизни ну что это такое ребят часам покажу примерно как это выглядит в реале то есть она если она в своем тик токе расскажу то так типа там что ты чего там сидела богиня королева тут все мне не такие этот такой это не такой там и т.д. переборчивая манюня на самом деле чаечка манюня сидит на свиданиях вот так вот ну хоть мешочек кукурузы дадите мне с собой пожалуйста потому что как бы но кушать то хочется ребята я просто к чему говорю что очень многие чаечки те кто там в соцсетях расходят там про свидание типа то я его так я его там послала ты чё-то мне про фотки сказал я тебя сейчас на ты чё обалдел что ли ребят там в реале происходит все абсолютно по-другому абсолютно вот даже они больше знаете такие смиренные ребят потому почему так происходит потому что они прежде всего на свидание приходят с какой целью ребята не покрасоваться типа там своей богинской красотой там и так далее ребят цель первая на халяву пожрать чтобы он заплатил за нее возможно чтобы он вызвал ей такси там это будет самые такие приближенные материальные блага типа там пожрать на халяву там уж какой-то подарочек выпросить цветочки там доехать домой на халяву как бы и возможность в перспективе себе найти оленяку который будут ее обеспечивать ребят это ну это крайней глупости когда допустим женщина себя ведет так что знаете типа там вообще королева пришла типа там и так далее но там в принципе работы только с оленяками прям откровенными такими до большинство же женщин они приходят с перспективой то есть зарекомендовать себя что я кого-нибудь так они так куся там ты чё я такая-секая там вообще да вот я там ищу серьезные отношения как бы дал ты лишь покажу что на нас очень мужчина плати там за свидание там как она сказала минуту половину меню кейси сожрать как бы это все оленяка должен заплатить вот а заплатят при таких обстоятельств только прям отпетые самые прям вот это вот такие вот дремучие оленяки ну таких много но не часто попадаются поэтому первая задача у чаечки на свидание это не спугнуть свою клиента а здесь ребята рассказано просто ну что ты прям вообще но афродита снизошла к нам на землю ребят кому вы кому вы верите пришла и попросил ну хоть ну хоть мешок с арбузами дайте ну 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 что-нибудь хотя бы ну ох и манюня ох и заливальщито ну что ты будешь делать ребята подписывайтесь на телеграм канал ссылочки все есть в описании конечно же добавляйтесь ко мне в контакте в друзья наши запасные площадки там выходит много тоже контента всем прекрасного дня и хорошего настроения